Индийский каньон Белые канализаторы Я хотел сказать колонизаторы Белые колонизаторы Так что это Индийский каньон Не надо путать с индийским До того, как сюда пришли Белые колонизаторы Вся эта земля принадлежала Индийцам Белые колонизаторы Частично выкупили эту землю У индейцев Частично забрали ее силой Но часть земли До сих пор Осталась в собственности индейских племен Почему это важно я расскажу В следующем видео А сейчас В капиталистическом Мире Чистогана Современной Америки Индийским племенам Чтобы выжить Приходится торговать Священной землей своих предков По 12 долларов с человеком Заплатили И можете наслаждаться Индийским каньоном Хоть целый день Что я и собираюсь Сейчас сделать А вот и граница За ней Начинается Суверенная территория Индейцев Кавия Из племени Аквакалиенты Где тут они взимают Поборы с путешественников Требуют деньги Плачу За въезд На священную Индейскую землю А что поделаешь В прошлый раз Когда я здесь был Каньон стоил 9 долларов с человека Но сейчас Подняли цену Все дорожает Начинали они Если я не ошибаюсь С 5 центов Дали карту местности И на этом спасибо Именно здесь В долине Перед Индейским каньоном По плану Должен был быть построен Первый Диснейленд парк Но в последнюю минуту Компания Дисней Отказалась От этого плана Из-за невыносимой жары Которая тут стоит летом Дорога пошла в гору Разъехаться тут будет сложно Но мы не ищем Легких путей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спускаемся в каньон А это у нас магазин индейских сувениров Ну как же без него Кормушка для калибры Удивительные создания Вот он, индейский или как его еще называют пальмовый каньон Протяженность 13 миль или 21 километр Субтитры сделал DimaTorzok Вот в таких вигвамах Индейцы жили в этом каньоне сотни лет До того, как сюда пришли белые колонизаторы И канализаторы Фото индейской женщины в этом каньоне в 1914 году Не думаю, что жизнь у нее была легкой Место для пикника На священной индейской земле А что делать? Эхо ручеек, ручеек Несмотря на то, что мы находимся в пустыне В этом каньоне постоянно есть вода Стекающая с гор Насчет рыбы не знаю Обратите внимание на черные, обгоревшие пальмовые стволы Периодически индейцы поджигают сухие листья Прямо на пальмах Они быстро сгорают А сами пальмы и зеленые побеги при этом не страдают В этом каньоне есть все Что нужно для первобытной жизни Вода и пальмы Из пальмовых листьев индейцы строили вигвамы А плоды употребляли в пище У каждой индейской семьи были свои пальмовые деревья С которых они кормились А пальм здесь, как вы сами видите Полным-полно Ну и, конечно, охота Индейцы охотились на горных козлов Зайцев И прочую местную живность О! Маленькое горное озеро Кстати, жили индейцы здесь в каньоне не круглый год Летом, когда становилось очень жарко Они поднимались в горы к озерам И все лето проводили на высокогорных долинах По непроверенным данным В окрестностях Палм-Спринга Археологи нашли человеческие останки Которым более 8 тысяч лет По слухам, здесь в каньоне есть даже петроглифы Но как их найти, я представления не имею Иду назад Позади меня лежит слишком много неизведанных путей Чтобы изведать их в один день И, конечно же, как сказал поэт Вы, кто любите природу Сумрак леса, шепот листьев В блеске солнечной долины И стремительные реки В неприступных дебрях бора Вам принес я эти саги Ну как тут не вспомнить песню о Гайавате Сейчас местные индейцы Как вы сами понимаете В вегвамах под пальмами не живут Их племени принадлежит Кроме земли Три казино Что делает этих индейцев Самыми богатыми индейцами в Калифорнии А это смотритель парка Как дела, сэр? Хорошо, как дела сегодня? Хорошо, буду ли я на YouTube? Да Да, я буду Какой тип петель у вас здесь? Красный петель О, да Я люблю Спасибо 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 В каньоне, между прочим, полно туристов Я просто старался их не снимать Чтобы не испортить впечатление От девственной и священной индейской территории Спасибо 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 Спасибо